как с нуля построить свой бизнес если у вас нет денег и связей я ехал в троллейбусе смотрел там на какой-то хороший автомобиль проезжающий мимо и думал почему я я же ведь хороший я хочу чтобы денег всегда не хватало это наверное это является стимулом движения дальше где найти инвесторов и команду и как убедить их сотрудничать чуваки зож это это круто только можно это делать в кайф это можно делать кож это кайфовый образ жизни 18 25 легко перевариваешь бургер пиццу и своего конкурента какие шаги приведут вас к созданию успешной компании я там за всю жизнь никогда не работал я занимался любимым делом наверно вот это моё плохими предпринимателями точно так же как и вегетарианцами не рождаются ими становятся просто кто-то перестает бороться вы получите ответы от молодых предпринимателей которые сами прошли этот путь это проект векторов на успех спонсор проекта балтика 7 салют друзья мы в одессе мы приехали познакомиться с одним из самых успешных молодых ресторатора украины алексеем леоновым это пример человека который сделал себя сам он рос без родителей и первые девять лет он работал шеф-поваром а следующие девять лет он строил сеть с 11 ресторанов как он ее построил вы поэтапно узнаете в этом видео начинаем вектор на успех спонсор проекту балтык асим лёш какой цели ты начал заниматься бизнес пришло время наверное я осознал что я готов на себя взять ответственность взять ответственность за результат взять ответственность за людей и наверное это было основным двигателем как ты сделал свои первые 100 долларов мне было 14 лет я ездил на седьмой километр там не было контейнеров это было просто поле куда в 3 часа ночи ты приезжаешь занимаешь место ложь газетку вот мы занимали места по 5 долларов их продавали и твои друзья да потом в семь утра мы ехали на усатого там был цементный завод и мы грузили цемент мешки нам платили 50 копеек за мешок я как сейчас помню вот и вот так зарабатывался первый стартовый капитал тебе сейчас хватает денег сколько зарабатываешь я хочу же мне не всегда не хватало это наверное это является стимулом движения дальше либо надо уходить в политику где реализовываться там в амбициях во власти какой-то еще в чем-то что хотел тот парень который 14 лет газеткой бронировал места на седьмом километре ты помнишь о чем он мечтал я ехал в троллейбусе смотрел там на какой-то хороший автомобиль проезжающий мимо и думал почему я я же ведь хороший мне хотелось в лучшую жизнь я ее представлял по-другому понимаешь я не представлял в 3 часа ночи на седьмом километре и потом на цементном заводе потом когда я пришел работать в ресторан хуторок это был такой жесточайший отбор нас приходило по 15 поваров это давали там варить гречку вот 15 человек мы варили гречку шеф-повар пробовал ее и говорил ты 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 нахер ты 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 остаешься приходи завтра меня выгоняли три раза три раза мне говорили нахер но я говорю я не уйду не дожди переворачиваешь чтобы ничего все нормально знаешь у меня есть глубокое убеждение я всегда говорю что бизнес это борьба плохими предпринимателями точно так же как и вегетарианцами не рождаются ими становятся просто кто-то перестает бороться как тебе пришла идея с рингом в пятом году работал шеф-поваром в лондоне на пикадилли waterloo place впервые увидел такое мероприятие как белые воротнички где два любителя в ресторане могут подраться на ринге и подготавливают неделю снимают про них передачу ничто не объединяет так людей как хорошая еда и хорошая драка поэтому есть два варианта либо эта драка будет на улице возле ресторана либо это драка будет она будет красиво мы решили пока с любителями не вязаться у нас здесь тоже любительской бои мужское такое настоящее эмоциональное место на место силы такой мужской энергии большой у меня партнер чемпион мира по тайскому боксу я много лет посвятил этому спорту так получилось даже дизайнер который делал этот проект он занимался рукопашным боем почему именно этот бизнес у меня умер отец с матерью я много лет не общался мать пила я выбирал профессию в которой я могу достаточно быстро начать работать зарабатывать деньги и которая не было по душе вот и это была поварская профессия ну поработав девять лет шеф-поваром покатавшись по миру лондон эстония украина везде чекинился мне захотелось в чекинились у меня два года назад как бы мне пришла в голову мысль идея создать какой-то продукт инновационный который будет очень тяжело клонировать и не будет у человека ассоциативной памяти ему не будет чем его сравнить но ты думал что первый ресторан не пойдет но вот не пойдет нет но были люди кто искали слушай лёш ну ты же классный шеф-повар оставайся шеф-поваром а ресторан оставь делать ресторатором я отсекал но зачем ты же формируешь свой круг общения и зону комфорта один-два вида бизнеса что сейчас можно начать с минимальными вложениями чтобы сделать свое первое дело ну смотри если говорить за мою конкретно сферу за сферу еды есть там какие-то у нас курортные зоны там коблево затолка и так далее где на эти деньги можно реализовать какие-то небольшие проекты выпечку кого-то хлеба там какие-то бургеры и так далее которые принесут какую-то прибыль в этот период единственное что нужно эксклюзивность предложения полным полно убыточных ресторанов а пиццерии еще больше деньги же это всего лишь такой энергетический поток у меня деньги никогда не стояли целью больше нравится видеть эмоции людьми мне нравится когда ресторан людьми наполняется мне нравится когда у меня персонал мой коллектив довольны от этого я кайфую поэтому деньги это они приходят пасфактум тебя есть какое-то звание я не знаю просто мастер кмс я кандидат мастера спорта по поеданию ребрышек что надо чтобы стать мастером по ребрышкам все просто прийти в слоу беги нам ходить мы будем тебя любить и делать твои рестораны особенным я прописываю основные идеи и помимо основных идей я прописываю фишки те фишки которые цепляют меня ты вот ответил на простые качества которые цепляют людей в этом ресторане еда интерьер люди ну люди наверное в первую очередь у меня есть очень жесткое правило я считаю что если сегодня пришел съел кусок мяса ты пришел через пять-шесть лет и съел точно такой же кусок мяса то есть мы стараемся быть очень стабильными как ты пришел концепту пиццерии все просто итальянская еда это сколько 65 процентов всего рынка мирового это мы работаем с молодежью и мы заморачиваемся все для молодежи мы готовим бургеры мы готовим пиццу мы готовим фритюр это та еда которую сильный молодой человек 18-25 с удовольствием ест и легко переварить знаешь как 18-25 ты легко перевариваешь бургер пиццу и своего конкурента чем твои рестораны отличаются от ресторанов конкурентов мы боремся с трендами то есть мы говорим что чуваки зож это круто вы молодцы все но вы все равно берете бургеры вы пьете алкоголь точно также как и мы только можно это делать в кайф это можно делать кож это кайфовый образ жизни и вот такой антитренд наверное он и и и дает толчок для нашего бизнеса для команды и создает конкуренцию определенную на рынке откуда пришло название слоу пигги в название заложено два момента первое это сырье у нас есть ферма 180 километров от одессы мы выращиваем эту свинью эта смесь дикого кабана и домашней свиньи но наша свинья обычно растет 8 месяцев венгерская мангальца растет где-то год и шесть год и восемь поэтому слоу медленный рост и второе слово это технология приготовления это ресторан луизианской кривольской кухни наш шеф-повар закончила американский институт кулинарии ксения амбер сырье слоу и технология приготовления слоу медленная и вот этот симбиоз дала и основного продукта слоу пигги спонсором нашего проекта есть балтика 7 который помогает организовать в пяти городах украины этим летом встречи наших героев с молодыми людьми которые хотят создать бизнес и такая встреча будет в одессе смотрите в ссылке под видео детали покупайте билеты на карабас юа до встречи в одессе на большой встречи предпринимателей вектор на успех спонсор проекту балтыка 7 где повар взял стартовый капитал на открытие ресторана торговый центр ривьера в одессе и я знал что в этом торговом центре формируется зона фудкорта 2000 квадратных метров я продумал небольшой фастфуд поинтересовался кто директор кто владелец я подошел смотрю сидит мой одноклассник груша что ты здесь делаешь он говорит ну как бы это мой фудкорт он это ты его я как бы хочу здесь открыть кафе у него был партнер на тот момент сказал муж чувак все классно разойдешься через два месяца с партнером звони так и получилось ровно через два месяца они разошлись мы созвонились и уже 10 лет как работаем вместе многие говорят что нельзя открыть бизнес потому что не стартового капитала что ты думаешь по этому поводу это полная мне кажется чушь на самом деле ну как это денег стоит не тот продукт который ты производишь а твои мозги твоя башка которая генерирует идею и в итоге производит продукт наверное в тот момент и появляется уверенность в себе в первую очередь стальной стержень внутри который чувствуешь ты чувствуете люди в которые тебя инвестируют сколько времени прошло перед тем как вы стали настребован мы находимся спальном районе достаточно сложным который утром уезжает весь а вечером приезжает когда мы открывали слоу пигги мы не шли по потребительскому спросу мы формировали потребительский спрос нам надо было людям донести что этот продукт им действительно нужно они не знали нужен нам или нет понимаешь если пицца гриле это повседневный ресторан то слоу пигги это событийный ресторан конкретно слоу пигги 9 месяцев сколько денег было вложено в этот ресторан в этот ресторан было вложено 610 тысяч долларов в среднем в среднем такие проекты колеблются от 1000 до полутора тысяч долларов за квадратный метр у вас было что вы приглашали гостей которые пробовали смотри у нас у меня есть такой опять таки принцип я считаю что если я что-то приготовил ну приготовил наш шеф-повар и мне идиоту это понравилось то наверняка найдется еще один такой же идиот которому тоже понравится безалкоголочка кстати я тебе приведу пример у меня приходило очень много девочек в ресторан инста подруг которые приходили и говорили вообще здесь нихер жрать здесь одна свинина у меня получилось что аудитория даже не делится 50 на 50 а здесь основная аудитория этого ресторана это женщины женщин да вот почти 70 процентов это женщины остальное уже мужчины которые собираются на еду на мероприятие и так далее как выстроена система контроля качества у тебя есть отдел конкретного контроля качества это ряд сотрудников которые были привлечены из сан станции потому что при том достаточно возрастные сотрудники которые прошли ту советскую школу я считаю что она одна из самых лучших люди которые ездят по всем объектам они мониторят все абсолютно как ты изначально выстраивала систему в своем первом ресторане я все абсолютно прорабатывал самостоятельно с узким кругом топ-менеджеров если мы создавали там не знаю схему содержания технологических помещений мы высчитывали какое количество нужно моющего средства на один квадратный метр мы самостоятельно брали тряпку и мыли его и конечно в дальнейшем когда мы продавали франшизу мы обращались уже специалистам они нам помогали прописывать бизнес-процессы стандартизировать это в какую-то более правильную документацию каким принципам ты нанимаешь на работу для меня конечно важно профессиональные качества знания человека и для меня очень важна командная игра тимбилдинг и идея с пробежками совместными откуда пришла идея и как восприняла команда это все она она приходит очень спонтанно то есть я бегаю по утрам я предложил ребятам бегать вместе и пришла идея сделать пляжи чище по убирать какие-то пляжи ребята поддержали а потом мы поддержали одесситы и наши гости мы это постарались уже эту идею масштабировать и и так у нас все происходит на самом деле лёш как ты управляешь своей компании 11 ресторанов как успевать все ну я придерживаюсь правила пяти у меня для меня это очень важно я считаю что нужно управлять тем количеством людей которые могут есть одну пиццу знаешь собрание которое больше чем одна пицца это уже много людей ну окей как ты управляешь своими петьма людьми и кто это в большинстве своем это управляющая компания это финансовый директор управляющий всей сети главный юрист главный маркетолог ну и руководитель базового предприятия но это у меня это вот это пятерка осталось это так ты занимаешься боксом и занимаешься рестораном давай проводить параллели давай ну мне кажется ты знаешь бокс и бизнес вообще похож это круто потому что в боксе ты как один удар может из тебя сделать чемпиона и один удар из чемпиона может сделать никого поэтому это такое в бизнесе нужно быть готовым к удару это первое второе в боксе невозможно победить не пропустив нету ни одного боксера который бы вышел на ринг не пропустил ни одного удара и победил и стал чемпионом поэтому наверное это тоже такая параллель хорошая в боксе не всегда важна физическая подготовка важно насколько ты морально устойчив и готов духом и мне кажется в бизнесе это тоже очень важно неважно сколько у тебя денег на себя связи важно твоя настойчивость твоя напористость твоя твердость духа и так далее боксе всегда у даже самого лучшего спортсмена есть тренер и в бизнесе наверное это мне кажется тоже очень важно потому что нужно чтобы кто-то тебя мотивировал кто-то тебя двигал кто-то был твоим тренером какими сложностями ты столкнулся вначале первое ресторан да не слушай не было особенно в начале сложности вообще не было было все интересно ну как какие могут быть сложности вначале ты все что ты все что ты получаешь ты все принимаешь знаешь такая безусловная любовь какие были первые ошибки стараешься положиться на свой персонал и это наверно самая большая ошибка вот это знаешь желание построить в бизнесе семейные отношения пожизненные это самая глубокая ошибка на самый большой доход в месяц который принес твой ресторан 18 процентов а нет кстати вот 10 лет назад чуть меньше это было почти под 40 процентов это было много мы мы в день производили где-то в 700 пицц много это сказать доллар доллар был по 8 доллар был и на у нас был концерт кстати тогда потапа и насти в торговом центре ривьера мы за вечер обслужили где-то порядка 2 400 человек ну прям такой очень круто было сколько тогда получилось чистыми ну за сотку наверное за сотку долларов что ты посоветуешь тем людям которые только хотят создать свой бизнес и сейчас смотрят на тебя и и твой путь для себя в начале сделать такие три шага шаг вперед то как ты видишь свой бизнес который ты будешь создавать в будущем на сто процентов через 10 лет через 15 через 20 потом шаг назад то как бы ты не хотел чтобы было и потом шаг в середину для того чтобы почувствовать какой ты сейчас насколько ты готов к тому максимальному результату в будущем и ты садился и обдумывал так с да я обдумал ты знаешь что я люблю всегда играть в долгу и создавать бизнес надолго у меня есть мечта чтобы хотя бы один на мой ресторан меня пережил если он меня переживет начнем все сделал правильно вектор на успех спонсор проекту балтык асим это было одесса это было алексей леоном кто будет здесь приходите к нему ресторан и встретимся в августе на большой встречи на которую приедут пять молодых бизнесменов которые сделали свой бизнес и которые зарабатывают более миллиона гривен месяц спонсор нашего проекта из балтика 7 который организует эти встречи а билеты на эту встречу вы сможете купить на карабас ссылка будет в описании до встречи навстречу